МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В государстве Алания, 18 часов. Вы в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ГТР КАИР стартовал вокальный телевизионный конкурс «Зарак». В кастинге примут участие исполнители со всей Осетии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообщения о минировании Госуниверситета Айцхимвальских школ оказались ложными. В КГБ сегодня утром поступила информация о том, что университет заминирован. Сообщение оказалось ложным. Спасатели не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Студентов и преподавателей эвакуировали. Были эвакуированы также учащиеся всех школ и детских садов столицы. Министр МВД Валерий Газаев отметил, что после произошедшего в городе чувствуется определенная нервозность. Однако он призвал жителей к выдержке и спокойствию, отметив, что уровень террористической угрозы не настолько высок, как этого испугались люди. Сегодня утром на электронный адрес Югостинского госуниверситета поступило анонимное сообщение о минировании учебных заведений в городе Схинвал. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС незамедлительно эвакуировали студентов и преподавателей. Также было принято решение эвакуировать все школы и детские сады. Здания учебных заведений и прилегающие территории были отцеплены. Специалисты провели саперную разведку указанных объектов. Информация о наличии взрывоопасных предметов не подтвердилась. Угроз нет, сообщает Комитет госбезопасности. Также сформирован межведомственный оперативный штаб, куда вошли руководители всех силовых структур. В настоящее время силовые структуры Южной Осетии продолжают локализацию возможной террористической угрозы. Призываем жителей республики сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры личной безопасности. В ходе проводимых правоохранительными органами оперативно-розысканных мероприятий установлено, что сообщения о минировании направлены с одного из интернет-ресурсов, расположенных за пределами республики Южной Осетии, предположительно на территории Украины, и по ряду признаков идентичны аналогичные корреспонденции, в течение последнего месяца рассылавшиеся в учебные заведения города Владикавказа. В настоящее время силовые структуры Южной Осетии продолжают мероприятия на предотвращение возможной террористической угрозы. Силовые структуры призвали жителей республики сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры личной безопасности. Лена Газаева, Азамат Кудзиев, информационный выпуск «Сегодня». Во Владикавказе состоялось седьмое заседание совместно Юго-Осетиной Российской демаркационной комиссии. Комиссия обсудила ход международно-правового оформления государственной границы между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, рассмотрела и приняла план работ на 2023 год. Встреча прошла в духе открытого диалога и взаимопонимания. Сроки и место проведения очередного заседания комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам, говорится на сайте Югостинского внешнеполитического ведомства. Масштабный проект в Цхинвале начнется строительство моста. По заключениям российских специалистов, старый мост в исторической части Цхинвала непригоден для использования. На заседании Кабмена председатель правительства Константин Джусоев сообщил, что в ближайшее время мост закроют для передвижения. И начнется возведение переправы. Стелла Бязрова расскажет подробности. Работы по реконструкции старого моста в Цхинвале должны были начаться еще в 2021 году. Строительные мероприятия внесены в инвестиционную программу. Однако работы были приостановлены, еще даже не начавшись. Причина вызвана общественный резонанс. Старый мост разделил жителей на два лагеря. Одни утверждают, что мост необходимо оставить, так как он относится к объектам культурного наследия. Другие, что старую конструкцию необходимо снести как можно скорее из-за его аварийности. Долгое время велись жаркие дискуссии о судьбе старого моста. С участием общественности, архитекторов, строителей и властей республики проходили круглые столы. В социальных сетях эта тема также поднималась не раз. Между тем, специальная экспертная комиссия из России подтвердила, что старый мост не соответствует требованиям безопасности и нуждается в реконструкции. Была экспертиза. Две экспертизы, независимые эксперты с Российской Федерации. Они приезжали, взяли все, что можно было там изучить, изучили и вынесли решение, что мост надо перекрыть и, в общем, разобрать. Мост через Рей Куляхва в районе Левобережья был построен в 1893 году. Его конструкции давно потеряли прочность. На проезжей тротуарной частях образовались огромные щели. Проезд по старому мосту был запрещен для большегрузов. Однако по нему ежедневно передвигаются сотни легковых машин. Восстановительные работы проводились периодически, но поверхностного ремонта недостаточно. Передвигаться по аварийному мосту по-прежнему опасно и для водителей и пешеходов. Восстановительные работы проводились по аварийному мосту по аварийному мосту по аварийному мосту. Теперь принято окончательное решение. В ближайшее время мост перекроют и начнутся строительные работы. Заключен договор с подрядной организацией. Финансовые средства выделены. На месте старого будет построен новый, современный и расширенный мостовой переход. Требования жителей города также учтены. Новый мост сохранит исторический вид. Мост, мы смотрим, там двусторонние, полноценные двусторонние движения. Плюс по дуэкерам, он увеличивается, где-то будет 8 метров. Пешеходные переходы, пешеходные торжества по метру и 6 метров будет само полотно. То есть это был полноценный, современный мостовой переход. Мы продумываем внешний вид тарафта. У нас мы разговаривали с Эдуардом Николаевичем, с подрядчиками. Я думаю, что... О сроках сдачи в эксплуатацию объекта говорить пока. Но в любом случае строители выполнят работы в установленный график. Добавили в столичной администрации. Стелла Бязарова, Азамат Кудзи, Влали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Национальный банк Южной Осетии выпустил памятную монету в честь 90-летнего юбилея Югостинского госуниверситета. Монета выполнена в серебре. Автор дизайна народных художников Южной Осетии Тамрилан Схавребов. Партия монет уже поступила в Национальный банк и находится в свободной продаже. Монета изготовлена московским монетным двором. Материал монеты серебро весом 31 грамм. Эскиз монеты был разработан народным художником Схавребовым Тамриланом. Всего в продажу поступит около 100 монет. Желающие могут приобрести монеты в кассе Национального банка. Кроме того, в этом году мы ожидаем поступление еще двух монет. Одна монета была заказана по поручению президента. Она посвящена 30-летию принятия акта о провозглашении независимости Республики Южной Осетии. Это серебряная монета. А вторая монета – это золотая монета. На ней изображена знаменитая картина Махарбега Туганова «Нарте Кофт». Это прямоугольная монета. Весь 31 грамм, но она будет в ограниченном тираже 20 экземпляров. Вопрос о признании Минской независимости Южной Осети, Абхазии и Крыма не обсуждался на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, вопрос о признании Белоруссии Южной Осети, Абхазии и Крыма – это внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующие решения. 28 сентября состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи Лукашенко призвал наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения, подчеркнув, что его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. К другим темам. Невероятное шоу – открытие новых талантов. Сегодня на нашем телеканале проходил кастинг вокального проекта «Зарак». Юные таланты постарались выступить безупречно и сделали все возможное, чтобы пробиться в следующий этап. О тех, кто смог впечатлить взыскательное жюри, расскажет Эльвира Дебилова. Внушительный денежный приз получит лучший исполнитель. На ГТРК ИР стартовал вокальный проект «Зарак». Сегодня в телевизионной студии царила волнительная атмосфера. 130 участников со всех уголков Осетии были готовы продемонстрировать искусство пения. Это первый отборочный этап. В конечном итоге в проекте останутся 36 исполнителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конкурсе, который проводится по заказу Министерства культуры Южной Осетии, принимают участие дети от 8 до 18 лет. Дети волновались, но каждый из них был настроен на победу. У одних участников слезы радости, другие, наоборот, огорчены, что так и не дотянули до следующего этапа. Здесь на помощь приходят внимательные члены жюри, которые подбадривают тех, кому сегодня не повезло. Как только я слышала новость о том, что проходит отборочный тур, что проходят кастинги, я захотела принять участие, потому что захотелось попробовать себя в сфере оперы, в сфере пения, и я решила пойти с Богом. Хотела принять участие в этом кастинге, потому что посмотреть, как бы я смотрела с этой стороны. Я танцую, но петь я тоже люблю, и попробовать себя с такой стороны тоже хочется. Конкурс мой участие в НДД «Россен», Махис Пробканан, Истухой Отчерайсен. Я верю, что смогу. Любожую вам, Масек. Я слушала именно в ее исполнении, и сказала, на этого Мария Кудалаева «Зарак». Три наставника, три профессионала. Они на протяжении почти трех месяцев будут работать с участниками проекта. В финал выйдут три исполнителя, а вот победителем станет только один. Примерный показ масштабного, интересного и невероятно музыкального шоу Юли Бестаева и Григория Мамева телезрители смогут посмотреть 7 октября. Далее передача «Зарак» будет выходить в эфир еженедельно по пятницам. Эдвиля Дебилова, Рекина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. Народный артист «Ёжная сеть» и известный музыкант Вадим Харебов назначен директором ансамбля «Мемориал». Нового руководителя коллективу представила министр культуры Рада Загоева. Вадим Харебов – один из основателей легендарной группы «Бонварун». Всю жизнь посвятил музыкальному искусству и воспитал не одно поколение талантливых исполнителей. Вадим Харебов рассказал нашему корреспонденту о планах. Эстрадный оркестр «Мемориал» давно уже функционирует в «Южной сети». У них есть программа, они могут давать концерты, но нет условий технических, потому что нет места, где можно репетировать, где хранить оборудование. Зимой, сами понимаете, это еще сложнее. И вот сегодня моя задача в том, чтобы пока подготовить все условия для того, чтобы мы функционировали слаженно, гладко, и чтобы у нас было все возможности для творчества. Также будем пополнять коллектив молодыми исполнителями, потому что эстрада – это дело молодых. Мы должны привлекать нашу аудиторию молодожью. А далее прогноз погоды на завтра, 30 сентября. Завтра в республике будет ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 27, ночью плюс 14. В Дзавском районе днем плюс 27, ночью плюс 13. В городе Куайса днем плюс 24, ночью плюс 10. В Ленингорском районе днем плюс 26, ночью плюс 11. В столице республики в Цинвале днем плюс 28, ночью 14 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания.